Смотрите, последний коротенький такой прямо блок. Это клинический случай. Те, кто был на национальной ветеринарной конференции, наверное, мог его слушать. Но поскольку были не все, я его еще раз расскажу. Этот клинический случай иллюстрирует то, что лечение вывиха коленной чашечки, даже при достаточно хорошей диагностике, все равно может скрывать какие-то подводные камни. И все зависит и от хирурга, и от владельца, и от какой-то удачи расположения звезд, и от того, насколько подробно, планомерно вы все-таки эту диагностику проводите. Итак, поступил на прием лабрадор, молоденький. Ему было всего 11 месяцев. Он уже такой достаточно упитанный, 32 килограмма весит. В анамнезе у собаки дисплазия, это забедренных суставов. И другой доктор сделал резекцию головки бедренных костей, уже и справа, и слева. А потом пес полностью реабилитировался, перестал хромать, а потом снова захромал. Владельцы подумали, что что-то, может быть, сделали не так. И пришли ко мне, поскольку появились сомнения в том, что тот доктор что-то напортачил. При осмотре, ну, сделали рентген, увидели вот такие вот снимки, да, у собаки резекционная артропластика. Хромота третьей степени на левую тазовую конечность. Тазобедренные суставы крепитируют, но не очень-то сильно болят. Но при этом медиальный вывих коленной чашки второй степени в левом коленном суставе. И очевидно, что хромота связана не столько с какой-то сильной болезненностью, сколько с нарушением биомеханики из-за нарушения механизма квадрицепса. То есть собака, вот медиальный вывих, прям явная такая варусная деформация, и собака левой лапой пользуется не очень хорошо. Также обнаружена внутренняя ротация шероховатости больше берцовой кости. То есть вот она прям вот такая свернутая, скрученная. Выполнена рентгенография. Мы видим, вот мы на боковой поверхности видим, что мышелки бедра вот так вот разнесены. Мы не видим малоберцовой кости, хотя она должна быть видна в боковой проекции. Если мы ее не видим, либо мы сделали неправильную укладку, либо есть торсионная деформация. Мы видим, что голеностопный сустав, мышелки, таранной кости совпадают. Это означает, что нижняя часть голени расположена ровно, а вот верхняя скручена. И вот на этом снимке, на прямой проекции, мы видим и вальгусную деформацию, такую небольшую. И видим, что шероховатость больше берцовой кости. Ее силуэт расположен, он смещен. Вот, собственно, померили. Вот я сделал, очертил силуэт шероховатости, больше берцовой кости, померил вот эти углы. Они оказались неоптимальными. Вот. Значит, все рассказали хозяевам. Было предложено выполнение корригирующей остеотомии. Вот. Но, хотя на первый взгляд казалось, что вывих там в какой-то такой второй степени, может быть, можно справиться и транспозицией шероховатости. Вот. Но владельцы потратили довольно много времени, денег и сил на лечение тазобедренных суставов. И тратить довольно большую сумму денег на корригирующую остеотомию, импланты и так далее, были не готовы. Ну, вот, скажем, в клинике в Белом Клыке, да, корригирующая остеотомия со всеми снимками, ну, вот, полное стомис лечения я скажу, да, это наркоз, эпидуральная анестезия, предоперационные снимки, операция, пластина, винты, рассасывающиеся там нитки всякие немецкие, послеоперационные снимки, содержание в отделении интенсивной терапии, то есть все-все-все вместе, да, корригирующая остеотомия стоит, там, 66 тысяч, 65 900. Вот. Нет, до вечера, до вечера, да, ну, вот именно, вот, реанимационные все мероприятия, ну, так. А при транспозиции шероховатости, больше берцовой кости, стоимость где-то 27 тысяч, ну, разница есть. Вот, ну, и как-то хозяева сказали, что нет. Как-то мы не потянем 65 тысяч, давайте сделаем шероховатость. Я подумал, что есть вероятность того, что эта процедура тоже поможет, потому что вот так вот навскидку не очень-то сильно выражена вот эта торсионная деформация. Сделали шероховатость, получили вот такой вот результат. Помимо этого сделали капсулорафию, да, дупликатуру капсулосустава. Вот мы видим на снимке, вальгус вот такой вот сохранился, но шероховатость уже стоит на своем месте. И собака поправилась практически, да, то есть это у нас был, вот уже в январе 17-го года собака снова пришла, уже 2 килограмма набрала, поскольку ее ограничивали в подвижности, а кушать она продолжала. Собака пришла, хромота уже не третья, а первой степени, и все стало очень хорошо. Вот, вывих коленной чашки не выявлялся и жалоб нет. Потом они снова приехали уже в мае, а не 16-го, а 17-го года, это ошибка. Приехали в мае с хромотой уже на правую тазовую конечность, на другую. Вот, посмотрели и нашли медиальный вывих коленной чашки и в правом коленном суставе тоже. Сделали снимки и увидели тоже торсионную деформацию больше берцовой кости, ротацию в суставе, да, и некую вальгусную деформацию больше берцовой кости. Вот, сделали снимки, да, тот был левый сустав, этот правый, а картинка идентичная, примерно то же самое. Да, возник вопрос, что делать, то ли фабелл от тебя потолярный шов, то ли транспозицию шероховатости или корригирующую остеотомию, которая, по идее-то, должна нейтрализовать все вот эти деформации. Но, поскольку в первом случае вот эта вот операция, транспозиция шероховатости, очень хорошо помогла, все сработало, ну, хозяев говорят, зачем платить больше, да, если не видно разницы, давайте и тут так же сделаем. Вот, и так мы уже кучу денег в собаку вбухали, и уже там два тазобедренных сустава прооперировали, и коленку ту прооперировали, давайте тут так же, по-простому. Ну, давайте сделали вот такую вот транспозицию шероховатости. Обратите внимание, какой длинный здесь пропил. Удалось довольно хорошо ее далеко сместить, зафиксировать. Вот, и получили вот такую вот вещь, вот такие вот снимки. Вот, прошло еще, сколько там у нас, два месяца с лишним, почти три месяца, усилилась хромота на правовую тазовую конечность. Да, появилась хромота уже третьей степени, и медиальный вывих коленной чашки, хотя вот она, шероховатость перенесена. Стали искать, что же мы недооценили, что мы не исследовали, и почему мог возникнуть рецидив. Сделали снимки уже и бедренной кости, головки и кости нету, поэтому мы не можем измерить механическую ось, ну, либо механическая ось совпадает с анатомической. Провели вот так, и увидели сильную варусную деформацию бедренной кости. Опять же, поскольку нет головки и шейки бедренной кости, торсионную деформацию измерить мы не можем. Да, нет, как, опять же, бедро, как оно будет располагаться во время ходьбы, непонятно. Вот, увидели эту варусную деформацию, и решили предпринять устранение, да, устранить вот эту варусную деформацию бедренной кости, поскольку решили, что именно она вносит вот такой вот свой вклад. Городить что-то снова с голенью, с большеберцовой костью не хотелось, а бедренная кость, очевидно, деформированная, поэтому мы избрали корригирующую кленовидную плюс торсионную остеотомию бедренной кости. При физикальном обследовании было видно, что мышелки бедренной кости и пателлярный желоб, они смещены наружу, то есть есть вот торсионная деформация, она оценивалась только вот так вот визуально. По снимкам мы это не посмотрим, потому что аксиальная проекция у нас не получится, потому что нет шейки бедренной кости. Сделали вот такие вот измерения, да, провели, нашли точку коррекции ингуляции, сделали угловую коррекцию закрытым клином, выпилили 20-ти градусный клин и поставили вот такую вот пластину. Восьмигнёздную зафиксировали, и коленная чашечка встала на место, и всё прошло. Да? Собака повторно пришла 15 сентября, уже упитанность такая выше средней, толстенький пёсик, незначительная хромота на правую конечность, небольшое ограничение подвижности в тазобедренных суставах, да, напоминаю, что оба тазобедренных сустава резицированы. Вывих коленной чашечки не наблюдается, не выявляется, и жалоб никаких уже нет. Повторно собака пришла уже в конце года, да, 20 ноября. Пёс весит уже 39 килограмм, хотя поступил 32 килограмма. Хромоты никакой нету. Есть ограничение подвижности в тазобедренных суставах, но нет никаких жалоб. Пёс бегает, прыгает, радуется, довольный. На контрольной рентгенограмме консолидация фрагментов удовлетворительная. Ну и мы постановили, что лечение закончено. Всё, собака здорова, наконец-то мы вот так вот собаку исцелили, избавили от вывиха коленных чашек. Но не тут-то было. Да, как не кончаются какие-то ужастики, так и тут тоже всё превратилось в сериал. Уже в августе 2018 года появилась снова хромота на левую тазовую конечность, которую мы уже давно оперировали. Мы повторяем снимки. Находим вывих коленной чашки уже аж третьей степени. Варусная торсионная деформация бедренной кости. Опять же, торсионную деформацию мы можем определить только физикально. На снимках мы её определить не можем. Вот, меряем, да, определяем вот этот вот варус и принимаем решение о том, что нужна корригирующая кленовидная и торсионная коррекция и левой бедренной кости. Что мы и делаем. Выполняем тоже коррекцию закрытым клином, ставим тоже такую же восьмигнёздную пластину с блокированными винтами. Ну и, собственно, снова проходит у нас вывих коленной чашки. Вот что у нас было до операции. Вот у нас после операции от варуса мы избавились, плюс мы немножечко бедро развернули внутрь, да, вот, и получили вот такой вот результат. Вот тут мы видим, что уже всё срослось. Это правая косточка. Уже полная консолидация. Да, и пациент пришёл к нам в сентябре. Хромота ещё сохраняется, но уже вывиха коленной чашки никакого нет. Вот. Пока лечение окончено, вернётся он к нам ещё раз или нет, это вопрос. Почему? Потому что у нас сохраняется вальгусная деформация больше берцовых костей. Мы её не устранили, сделав транспозицию шероховатости больше берцовой кости. Скорее всего, вывих не повторится. Но я также думал и в первые разы, когда делал только транспозицию шероховатости. Вот. А какие выводы, да, мы можем извлечь? Выводы и уроки. Да, семь раз отмерь, один раз отрежь. Прежде чем что-то затевать, надо иметь всю информацию. Да. А возможно, то, что у собаки есть проблемы, если там не будет? Наверное, возможно. Я думаю, да. Нагрузка на квадрицепсы усилилась, на четырёхглавые мышцы нагрузка усилилась. Может быть, не ожирей собака, то есть в последние разы она уже больше 40 кг весила. Может быть, такого и не было бы. Такое вполне вероятно. Так вот, какие выводы мы можем для себя сделать, да. Прежде чем о чём-то говорить или что-то планировать, надо провести планомерное обследование, несмотря на то, что люди очень хотят сэкономить на рентгенографическом исследовании. Рентгенографии бедренной кости, рентгенографии больше берцовой кости, и планировать коррекции с учётом всех причин. То есть мы должны обо всём знать уже ещё на берегу. Ошибки планирования приводят к запланированным ошибкам. Ещё один урок. В данном случае, наверное, для владельцев. Скупой платит трижды. Дешёвое лечение на самом деле оказывается более дорогим, но выполненным в рассрочку. Если мы делаем все те же самые операции только по очереди, а не одномоментно, ну, ещё и за наркоз мы больше переплачиваем, хотя не всегда. Но у маленьких собачек мне приходилось одномоментно делать коррекцию и больше берцовой кости, и бедренной кости, остеотомии именно, ставить сразу две пластиночки. Но это не очень хорошо, наверное, не очень комфортно делать, потому что собачки маленькие остывают быстро, да, а такая операция длится по-любому, ну, наверное, больше двух часов. Если их делать пять раз в неделю, наверное, всё будет получаться быстрее. Но такого большого количества пациентов нет, да, такие операции выполняются не очень часто, поэтому... Ну, а может быть, я просто оперирую медленно. Вот, поэтому вряд ли кто-то делает это вот за полчаса и очень быстро. Как бы я поступил, если бы у меня было вот такое оборудование, да, машина времени? Я бы сразу сделал комплексную рентгенографию либо компьютерную томографию этой собаки, да, определил бы все нарушения и выполнил бы сразу кленовидную корригирующую остеотомию и торсионную коррекцию бедренных костей и то же самое сделал бы с большеберцовыми костями, да, то есть не только... Не делал бы перенос шероховатости, а всё-таки, наверное, сделал бы корригирующую остеотомию, устранив при этом и вальгусную деформацию, и торсионную. Вот, наверное, всё. Теперь уже всё. Спасибо.